денежная система наблюдая за тем как взрослые обмениваются необходимыми им вещами при помощи денег мы решили ввести денежную систему и свои игры сразу скажу что это была не сбалансированная система так как количество денежной массы не соответствовало наличию товаров первыми деньгами были маленькие диски из алюминия мы их нашли случайно у дороги рядом с инструментальным заводом это был новый и один из ведущих заводов ссср там стояли передовые в мире станки из чехии польши и всего советского союза наступили 90-е годы завод как и большинство крупных предприятий страны был уничтожен сейчас на его площадях производят каркасные теплицы и располагаются различные склады на часть территории просто брошенной разрушена печально все это не об этом сейчас видимо на заводе в производственном процессе была нужда пробивать отверстия в деталях выбивали их штамповкой и в ходе этого процесса получались диски их вывозили на металлолом и они сыпались из кузовов грузовиков на дорогу именно там мы их и нашли насобирали несколько спичных коробков изначально мы раздавали деньги игрушкам деньги просто приклеивались на пластилин к фигуркам частично деньги выполняли функцию доспехов мы делали разные поделки такие как шляпы оружие цепочки предметы интерьера для игрушечных домиков и тому подобное потом мы стали играть в то что игрушки как бы покупают друг у друга эти предметы у нас были ремесленники делающие оружие ковры и статуэтки для жилища там подобное в играх у нас все эти предметы как бы производили ремесленники ну а другие покупали их началась торговля номинальная цена одной монеты составляла 50 рублей мы придумали деньги в 1992-1993 годах когда в стране была дикая инфляция и деньги обесценивались очень быстро для примера приведу цены на товары мы видим что цены на основные пищевые товары росли просто ошеломляющими темпами народ дико обнищал зарплаты тоже росли но медленнее и их выплаты задерживались на месяц и вполне обычно было задерживание зарплаты на 3 5 а то и 15 месяцев порой платили зарплату стульями и консервами и тому подобным мы все это видели и имитировали своих играх мы считали свои монетки равными 50 рублям а уж позже появляются и деньги с номиналом в 1000 и 2000 рублей сейчас расскажу как это было если взять тонкую разноцветную фольгу и в нее завернуть монетку то получим цветную монетку цвет монетки не влиял на номинал кстати если сами будет делать монетки можно создать систему при которой монетки определенного цвета чеканится в конкретной стране или городе у нас такого не было такие монетки мы считали равными 1000 рублей чуть позже мы стали заворачивать монетки в плотную фольгу они получались четырехугольными их номинал мы оценили в 2000 рублей примерно в это же время мы нашли на улице немного гранул полиэтилена мы их оценили в 150 рублей за штуку на прогулках как-то мы нашли ручей в котором попадались крупные песчинки песка они были прозрачными или замутненными назвали мы их алмазами порой попадались овальные или круглые песчинки но как правило они были расколотыми алмаз круглый стоил 200 рублей а полукруглый от 50 до 100 то есть у нас появляется понимание что вещи могут стоить больше или меньше в зависимости от качества товара алмазы одновременно являлись и товаром и платежным средством прилипая алмазы пластилиновым солдатиком мы заметили что они окрашиваются если их завернуть в пластилин на две недели цвет получится разный в зависимости от того в каком пластилине лежала песчинка мы окрашивали в красным или темно-синий цвет это свойство песчинок мы стали использовать несколько фигурок на руси из зайцевого города получили эксклюзивное право на окраску алмазов данная продукция потом продавалась по руси и в грецию окрашенные алмазы мы называли изумрудами мы перепутали название так как изумруды зеленые как вы можете видеть на картинке а красный камень называется рубины а синий лазурит оценивали мы эти изумруды в 300 рублей за штуку любые красивые пуговицы или еще какие-то предметы похожи на украшение нами оценивались в сотни и тысячи рублей оружие в виде копии спичек продавали по 100 рублей это была формальность так как государство как правило обеспечивало всех воинов оружием бесплатно поэтому позже появляются эксклюзивное оружие так спички стали окрашивать фломастерами при этом шиком считалось если кончик копья покрашен в красный цвет имитирующий кровь врага делались также петли на палках для вырывания всадников из седел и тому подобное оружие ближе к лету 1995 года мы попытались ввести налогообложения в русских городах в зайцом городе налогом были обложены торговые и ремесленные точки раз в неделю они платили по 50 рублей в данная система сразу же дала сбой во первых не все торговцы успевали что-то продать за неделю во вторых у населения не было достаточно средств для покупки товаров в третьих мы не успевали насытить рынок товарами мы пытались найти выход продлевая время для сбора налогов на двух недель или месяца и также вводя покупку специального права не платить налоги зеленая бумага покупаемая за 100 рублей давала право не платить налог четыре раза также были введены сборы в виде покупки права жить в городе за 50 рублей покупал с красная бумага разрешающая селиться в городской черте но система быстро разбалансировалась и мы от нее отказались мы с вами разобрали базовые основы финансовой системы в нашем мире солдатиков она носила чисто вспомогательный характер и являлась лишь дополнением к нашему игровому миру в котором главное было именно сражение понравилось видео тогда поддержи автора перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет реквизита указано в описании к видео чем больше ваша поддержка тем больше видео появится на этом канале заранее благодарен жми сюда и смотри интересные видео не забудь поставить лайк подписаться на канал